Танцевать Следующая цель Саши – участвовать в конкурсе, который она открывала, и одержать в нем победу. Вдохновили ребята, которые стали лауреатами и получили премию от первого лица республики. Сейчас на сцене победителя пятой ежегодной премии «Преград нет». Награды вручает глава республики Крым Сергей Валерьевич Аксенов. Кто-то из этих детей не видит, кто-то не слышит, кто-то не умеет ходить, а кто-то болеет ДЦП. Но каждый день и себе, и нам они доказывают, что преград нет. Горящие глаза детей – аплодисменты и поздравления. Здесь каждый вдохновляет друг друга на новые свершения. Та сила духа, тот заряд на победу, которая есть у ребят. И вот, знаете, другие ребята, у которых нет проблем со здоровьем, но вот этому только позаебуют. На них необходимо равняться. Получает кубок из рук главы республики Никита Павильчук из Красноперекопска. Награждение длится считанные минуты. Но что приходится преодолевать тем, кто оказался на этой сцене, знают только самые близкие. Один, два, три. Такие упражнения 17-летний Никита делает каждый день. Это своеобразная тренировка перед соревнованиями по перетягиванию каната. В этом виде спорта он уже преуспел. Дает мне спорт здоровье, то есть дает энергию, то есть я понимаю, что надо стремиться, надо заниматься спортом. Родился Никита недоношенным. Несколько месяцев провел в реанимации. Оказалось, что у мальчика одна из форм ДЦП. Я не испугалась этого. Я знала, хоть я и была молодая, 18 лет, я этого не испугалась. С Никитой мы трудились, массажи, ну все как полагается, все как нужно. Самостоятельно Никита пошел только в 6 лет. Преодолевая боль и страх, мальчик рос очень общительным и целеустремленным. Детский сад, школа и общение со сверстниками придавали ему внутренних сил. Он говорил, я не такой, как все, но я стремлюсь, чтобы быть таким, как все. Его не ущемлял никто. Никита закончил 9 классов. Гуманитарные науки давались с трудом, зато с компьютером он на «ты». Осваивает различные программы, сам монтирует видео, ведет несколько сайтов, есть канал на YouTube. А еще он прекрасно поет, занимается волонтерской деятельностью, хочет стать программистом. Но самая заветная мечта кроется в другом. Моя мечта, наверное, чтобы у меня мама была здоровая, то есть брат был здоровый и побольше крепкого здоровья моей бабушке с дедушкой, моему папе Роману. Получить награду из рук главы республики Полина даже не мечтала. Просто она, несмотря на проблемы со зрением, идет к своей главной цели. Хочет стать певицей. Сама в 4 года уговорила маму отвезти ее в музыкальную школу. Сейчас учится вместе со здоровыми детьми. В 10 лет она уже знает, что будет делать после школы. В Курске музыкальный колледж-интернат для слепых и слабовидящих. Уже знаешь, когда поступишь? Да, они к нам приезжали в школу и с тех пор рассказала, все, мамочка, после 10 класса я уезжаю. Целеустремленные, искренние, они верят, что все получится. Сейчас за кулисами дети с ограниченными возможностями настраиваются перед очередным выступлением. А рядом с ними и Диана Гурцкая, заслуженная артистка России, ждет своего выхода на сцену. В рамках премии «Переград.нет» исполнилась мечта Марии Козиной выступить вместе с заслуженной артисткой России. Я переживала в начале концерта, и у меня были мурашки по коже, и когда я спела песни с Дианой, у меня все получилось, и моя мечта сбылась. Это потрясающая девочка, которая рвется на сцену, у нее обязательно все получится, потому что я себя помню в его возрасте, я тоже рвалась на сцену. Я не думала настолько, безусловно, где-то будет трудно. Я просто понимала, что это сказка, это волшебство, и я хочу, хочу, и я хочу в это чудо попасть. И у меня это случилось в жизни. Ни перед чем не останавливаться, идти вперед и верить в себя, пожелала Диана Гурцкая всем, у кого есть большая мечта. Анна Нечуговская, Александр Смычек, Новости 24.